23.06.2024 год. Вы с Олегом Слёскиным. Итак, сделал видео. Вам сегодня большой день. Троицы всех поздравляю с большим христианским православным праздником. Дай Бог, чтобы было у всех здоровье, жизнь. Ну и чтобы Бог всё-таки смело веселся над Руссией, Украиной и над росыми украинцами, славянами. Но пока, к сожалению, мы видим ситуацию. Наблюдается другая. И враг нанес колоссальный удар опять по Харькову этими кабами, бомбами этими авиационными. Мы видим, ничего не может сделать Зеленский, Сирский и все остальные ПВО с этими самолетами, которые такие бомбы выпускают по украинским городам. По Херсонской области сейчас нанесен удар, по Харькову был нанесен удар. Много раненых есть, ушедшие из жизни как раз получается на такой день. Вообще, Харьков как-то в таком тяжелейшем состоянии находится. Может, надо бы мэру там и Синегубову и всем остальным вам бы что-то там пошурудить, посмотреть. Что-то может у вас там какое-то, что-то такое творится, что вы все время, как говорится, на передке находитесь. Есть материалистическая сторона, это понятно, но возникает вопрос. А вторая, третья, четвертая составляющая? То есть, почему враг может такие удары наносить, и они настолько болезненные? Что происходит? Хотя Харьков, казалось бы, должен быть защищенным. Там очень много святынь православно-христианских. Что происходит? Что там у вас такое есть? Что делается? Может, у вас какой-то есть инструмент в Вавилонской башне, а? Подумайте над этим. Вы же не такие уж прямо там тупые и не квадратноголовые большевики, материалисты. Разные же есть. И Ходос у вас есть, и другие у вас люди есть там. И духовники же есть. Что ж такое? Что ж вы сообразить не можете, что ли? Что вам разжевывать надо, что не понимаете, что у вас такое там находится, что все время к вам так прямо прилетает. Подумали бы над этим вы. Но трагедия, конечно, тяжелейшая, очень тяжелая трагедия. И она показывает, что этот вампир Путин, он не остановится. И такой же Белоусов, еще худший. Хотя он там и себя позиционирует, что он типа там крестится. Ну, куда он ходит? Где он? Он ходит в этом, где место запустения, место беззакония. На Кубинку вот в этот жуткий так называемый языческий капище. Который, который называется типа военным храмом. Который сделал Шойгу Шаман вместе со своими там попличниками с этого дела. Ну, и там, как всегда, Хунтяев крутится. Этот миллиардер, кагибист, гребаный генерал. Вот они интересные ребята, конечно. Ну, вот смотрите, что дальше получается у нас. То есть, откуда будем отталкиваться. Давайте фронт посмотрим. Очень важно сейчас понять роль Сирского и тех людей, которых он вокруг себя расставил. Ну, не будем брать ситуацию хорошо. Там не было в самом деле оружия, не было боеприпасов. Были очень уже обескровлены бригады и все остальное. Но вот уже начиная с начала мая, май, июнь, идет большим потоком оружия, снаряды, артиллерия, все идет. Деньги огромные есть. Плюс действует этот зверский закон про ужесточение мобилизации и мобилизации. Десятки тысяч людей схвачены уже, брошены туда, на передовую. То есть, уже и как бы нету такого дефицита в людях и в оружии, и во многом-многом другом. Тогда возникает вопрос, а что ж такое, почему они пробивают московиты все время по всей линии фронта. Вот взять прямо от Херсона и пойти по линии фронта. И нигде за это время никакого позитива реального не было. Даже уже имея такой огромный объем вооружения и все необходимое, даже не может в Сирске и Павлюк, и вот этот, как там, этот Морпех, этот, и Генштаб уничтожить этот плацдарм в районе Волчанской. Даже это не могут сделать, уже не говоря про Авдеевку, про Часов-Яр, про Работина, про эти самые, как там, на Покровск линии и так далее, Клещеевка и все остальное. То есть, возникает вопрос, почему, что ему мешает, что, как говорят, плохому танцору и ноги мешают. Или я уже делал вам, вот, 22-го, 21-го, мы должны задавать эти вопросы, все должны. И, прежде всего, народные депутаты должны задавать, то есть, что получается. В чем заслуга Сирского за это время, кроме, скажем так, больших потерь и роста кладбищ, где похоронены молодые украинцы? Что Сирский сделал? Безуглая, она ему дала сейчас характеристику полную. То есть, что, по сути, он полностью зашел вот в этот тупиковый вектор. Просто, когда военнослужащие забрасывается передовая, идет бездумное уничтожение, как я понимаю, украинских мужчин. Но никакого таланта мы не видим в боевых операциях. Вот, в отличие, кстати, от этого заложного, такой заложный, несякой, шепталый и так далее. То есть, мы не видим вообще ничего. Мы не видим никаких особых достижений у Мерова, кроме того, что создали эти звериные структуры под видом военкомов, ТЦК или ТСК, как там они называются. Формируются, по сути, банды кочующих разбойников. Преступные организации. У Меров, по своими действиям, и Стефанчук, Верховный Совет, практически разворачивают гражданскую войну в Украине. Приняв этот закон антиконституционный про мобилизацию, ужесточение. Что ж тут непонятно. Закон про военную полицию, это будет чисто черные эскадроны, это уже точно начнутся внутренние боевые сражения, будет внутренний фронт войны. То есть, ни в чем Сирский себя не проявил за это время. А зачем тогда Зеленский с Ермаком его поставили? С какой целью они? Кто им приказал его поставить? То есть, прояснено, портфолио является Сирский завербованным представителем, агентом иностранного вражеского государства или нет. То есть, он выполняет распоряжение высшего, высших чинов российской армии. Особенно ухудшилась, на мой взгляд, ситуация, когда министром сейчас стал Белоусов. Такое впечатление, что он как бы напрямую берет, вот как в тиски, в клещи берет Сирского. После его назначения Сирский вообще, ну как бы, совершенно растерялся. Еще как-то, когда был этот Шойгу, как-то оно все было так, верасимо, все как-то более так было, ну не настолько жестко. А вот после назначения этого Андрея Белоусова, мы видим, прямо в Сирске все слабее выглядит, все больше идут прорывы. То есть, оружие Украина получила, западную поддержку, мужчин захватили, сделали новые подразделения, пополнили. Все, дали право бить 100 километров в глубину их территории, московитов. А ситуация не улучшается, а ухудшается. Возникает вопрос, что происходит? Видимо, у Андрея Белоусова есть серьезнейший компромат, и я вам говорил, не зря пасынок, он же усыновлен, этот паренек, который в Австралии с буквой З выступает. То есть, надо прямо говорить, что вся родня Сирского, она является пропутинской, открыто путинской. И естественно, что те люди, которые заканчивали училище вместе с Сирским, видимо, они занимают сейчас очень большие посты в российской армии, в генштабе и везде. И однозначно, что они имеют информацию про Сирского. Вот о чем речь идет. Следовательно, Сирский, скорее всего, представляет интересы Российской Федерации к военной машине в Украине. Ему дано задание уничтожить Украину, украинскую армию. И он ищет момента, как это сделать. Поэтому везде как бы идут прорывы, прорывы, как можно больше их сделать, чтобы люди не могли проконтролировать ситуацию, где произойдет окончательный прорыв, куда войдут российские передовые части. Чтобы они могли дальше идти в этот прорыв. Прорвать фронт поставлено, видимо, Белоусовым, Сирскому задача, чтобы он дал возможность прорвать украинский фронт. Параллельно ему, конечно, поставлена задача, чтобы как можно больше погибло украинцев, мужчин. И под этот соус другие задачи выставили инвестиционные фонды. Надо серьезно разбираться с ними. Надо с этим, как он там, Black Rocks называется, надо с ним серьезно разбираться. Надо брать эти фонды-триллионеры. И с ними сейчас и тот же Чейз Манхэттен Банк. И надо начинать анализировать. Но кто это будет в Украине делать? Ну и западные, как бы более-менее вменяемые лидеры, там в Польше, в Балтии, они должны мозги как-то себе Финляндия прочистить, там Норвегия, Швеция, что они должны понимать, что по сути складывается впечатление, что во главе украинской армии, главнокомандующий, Генштаб, сегодня занимают российские, не просто агенты влияния, а те, кто вынуждены в силу имеющихся на них компромата, а может быть просто они являются, ну как бы глубоко законспирированы офицерами групп, которые выполняют спецзадания вражеского государства. Им надо пробить это, как думаете? Но если проанализировать весь фронт, то так и есть. Ни на одном участке фронта не осуществлено уже сейчас хоть какое-то позитивное достижение. Следовательно, сирский или абсолютный неуч, неудачник, то есть он просто не способен ни к чему, его немедленно надо убирать, или он является креатурой врага, вражеским агентом высочайшего уровня, которому поручено уничтожить Украину, украинскую армию, украинский социум. Вопрос только тогда, если это на самом деле роль Зеленского и Ермака. Ну ты все, как думаете? Как вам такая версия? Но это же элементарно посмотреть, тут не надо даже ума какого-то большого иметь, чтобы понять. Это при том, что все время вся линия фронта находится под постоянным мониторингом Запада. А что же происходит? Или тогда Байден договорился с Путиным и поставлена задача, чтобы подписать соглашение с потерей пяти областей. Тогда только Байден предал Украину, США предала, Демпартия предала. Блинкин же что-то знает, не зря же он прислал этого Баса, своего зам по политике. Чего он приезжал в Украину? Все молчат. Зеленский ни слова не сказал, что он с ним встречался, про чем они говорили. То есть украинцев дурят. Но украинцам это нравится. Они довольны, что дурят их. Им все это идет, как говорится. Патриотам, националисты вообще просто без ума от этого находятся, как их дурят и зеленую помои на голову выливают. Ну, давайте дальше. Посмотрите, что убежать никуда не убежите, даже не успеете. До новых встреч!